Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Артем Остапов. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодняшнее видео будет вновь обучающим, и я расскажу вам, как делать трюк под названием tail leap. На самом деле, мой YouTube-канал следовало начать с таких трюков, как барспин, tail leap, 360, heel leap, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Tail leap выглядит следующим образом. Необходимо сделать прыжок и прокрутить вашу деку на 360 градусов. То есть вы начинаете движение с двумя ногами на деке, толкаете, дека делает полный оборот, дальше вы снова приземляетесь на деку. Если говорить про историю происхождения этого трюка, то tail leap сначала появился на BMX, а потом, посредством заимствования, появился на самокате. На самокате трюк, понимаете, делает значительно проще. То есть, например, поставить tail leap flat, если вы катаетесь 2-3 месяца, не ставит труда. А если вы на BMX катаетесь год, даже 2 года, не все ставят tail leap flat. Мне кажется, в Санкт-Петербурге человек 5-7 ставит его на ровную поверхность, поскольку это очень сложно, BMX, он и тяжелее, и сама техника значительно сложнее, поэтому на самокате мы tail leap научимся примерно через 2-3 месяца, в лучшем случае. Я лично учил, мне кажется, месяца 5-6. Сначала я научился делать тэп, фейки, мэнул, то есть все балансовые трюки, а потом уже перешел на барспин и tail leap. Если сравнивать tail leap с другими трюками на самокате, возьмем, например, барспин. Барспин можно сделать с небольшим прыжком, то есть нам необходимо только сделать четкий перехват и приземлиться. Если мы будем делать барспин на вылете, то там необходимо хорошо выпрыгивать вверх, необходимо контролировать, чтобы мы сделали четкий перехват, чтобы ноги не слетали с деки. В случае с випом, вип мы сначала учим на небольших подкатах и вылетах, после этого переходим во флет. Это как раз связано с тем, что когда мы делаем tail leap флет, нам необходимо хорошо выпрыгнуть вверх, сильно такую деку, быстро крутить, дальше приземлить уже напрягивая двумя ногами, держать деку под собой. Очень много моментов, о них я как раз расскажу. Если говорить про расположение рук, ног и корпуса, то руки мы держим как можно шире, то есть они находятся примерно вот в таком положении. Это связано с тем, что чем шире вы держите руки, тем быстрее будет вращение. То есть, например, когда мы делаем барспин, там нет необходимости руки держать широко, мы ставим их поуже, чтобы сделать четкий перехват. Поговорим про расположение ног, это достаточно важно. Ноги мы ставим примерно вот в такое положение. Мы их ставим как можно ближе к тормозу, примерно под углом 45 градусов и носочки наших ног свисают с края деки. Выглядит примерно вот так. Такое расположение ног обусловлено тем, что нам необходимо как можно сильнее толкнуть нашу деку в начале движения. А если мы, например, поставим ноги, как, например, если бы мы хотели сделать хилл, то вращение будет значительно меньше, первоначальный толчок будет очень слабым. Tail leap состоит из двух частей. Это первоначальный толчок, то есть мы толкаем и это примерно 40% нашего вращения, остальное делают руки. То есть мы напрягаем руки как можно сильнее, напрягаем наши кисти и делаем вращение таким образом, чтобы мы прокрутили деку на 360 градусов. И заключительно это корпус. Когда мы делаем tail leap flat, нам нет необходимости куда-то наклоняться, то есть тело мы держим ровно. Но когда мы делаем tail leap на каком-то вылете, особенно на резком вылете, там необходимо тело наклонить чуть-чуть вперед. Теперь обсудим достаточно важный момент, а именно, как толкать деку и какой ногой ловить. Здесь очень много вариантов. Относительно недавно я снимал видео про 10 разных випов на самокате. Вот где-то здесь будет подсказка, обязательно посмотрите. Там я подробно рассказал, как можно толкать, как можно ловить. Но в рамках этого обучающего видео я расскажу вам про те варианты, которые вам нужны для того, чтобы поставить tail leap. Первый вариант, который используют практически все новички, когда мы толкаем tail leap двумя ногами. Движение выглядит вот так. Второй вариант олдскульный. Как правило, его уже не используют. Это называется сделать tail leap air welcome. Движение выглядит следующим образом. Я уверен, такой вариант вы либо не видели, либо видели крайне редко. Поэтому переходим к третьему варианту, самому частому и тому варианту, который использую я. Этот вариант самый контрольный и самый надежный, поскольку здесь мы четко толкаем одной ногой. Второй ногой мы ловим. Примерно на 80% вращения дальше докручиваем. Ставим вторую ногу и контролируем наш самокат от начала движения до конца. Итак, теперь поговорим про три подготовительных упражнения для того, чтобы поставить tail leap. Первое, самое основное, необходимо понять, как крутить деку. Во-первых, для этого необходимо приобрести вот такие вот щитки, либо возможно вы занимаетесь футболом или хоккеем. Возьмите щитки и после этого приступайте к следующему упражнению. Необходимо толкнуть нашу деку передней ногой и после этого начать вращение перед собой. Самое главное здесь оставлять локти на месте, потому что многие, когда начинают делать tail leap, поднимают локти, из-за этого портится движение, вращение замедляется. В связи с этим сделайте акцент именно на руках. То есть кисти мы напрягаем и поднимаем чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз. Когда вы дойдете примерно до такого состояния, этого будет достаточно, чтобы уже сделать один tail leap. Дальше, когда вы захотите сделать два и три leap, лучше крутить tail leap побыстрее. Переходим ко второму и скорее всего сразу к третьему упражнению. Многие начинаются от такого варианта, когда мы ставим переднюю ногу на землю, дальше задней ногой мы толкаем нашу деку, прокручиваем движение и напрягиваем двумя ногами. Также есть вариант, когда мы стоим на земле, толкаем движение передней ногой, выпрыгиваем вверх, крутим и приземляемся двумя ногами. Скажем так, можно рассмотреть и второй вариант, и третий вариант. Смотрите, как вам будет удобнее. Но я, как правило, когда ко мне приходят на тренировку и хотят научиться делать tail leap, я даю им второе упражнение. После этого мы отрабатываем вращение, когда мы лежим на матах. И после этого мы уже переходим на пирамидку либо вылет. Мне очень часто задают вопрос, Артем, я вот катаюсь уже три дня. Или, например, я катаюсь два-три месяца. Когда я поставлю tail leap, почему у меня не получается? На самом деле, момент сугубо индивидуальный в плане прогресса. То есть, например, кто-то ставил tail leap за день, кто-то ставил tail leap за полгода. Лично я, как я уже говорил ранее, я tail leap учил достаточно долго. То есть, сначала научился делать балансовые трюки, а потом уже перешел на барспин tail leap. Насколько я помню, если я не ошибаюсь, я tail leap поставил примерно через пять, может быть, даже шесть месяцев своего катания. И если говорить про мой личный рекорд по тренировкам, ко мне пришел ученик, его зовут Леша Кравцов. Он до сих пор катается, но не так сейчас, он уже совсем взрослый. Тогда ему было где-то лет четырнадцать. Он поставил tail leap с нуля за сорок шесть минут. Я себе записал, я смотрел потом попытки, когда мы начали его делать, когда мы закончили. Я думаю, если я найду, то я вставлю видео, где он поставил свой первый tail leap. Поэтому имейте в виду, если у вас не получается через неделю, даже через месяц, а то и через полгода, у всех идет по-разному прогресс. Так что не отчаивайтесь, пробуйте как можно чаще, и у вас обязательно все получится. Переходим к самому главному, а именно к ошибкам. Какие ошибки допускают новички и что нужно делать, чтобы эти ошибки исправить. Как я уже говорил ранее, tail leap необходимо учить на вылете. Я рекомендую пирамидку, поскольку там нету резкого вылета. То есть, например, когда мы делаем это на большом фанбоксе или в спайне, то там значительно сложнее и опаснее. А если мы возьмем пирамидку либо небольшой подкат, то это будет самый оптимальный вариант. Первая ошибка самая частая, она связана с тем, что у вас нет прыжка. Движение будет выглядеть примерно вот так. Чтобы эту ошибку исправить, необходимо сделать хороший прыжок вверх. Если вы хотите научиться делать хороший прыжок, вот здесь будет снова подсказка на видео. Обязательно посмотрите, потом переходите сюда. Вторая ошибка связана с тем, что вы уводите tail leap либо вперед, либо в сторону. Как правило, эти ошибки связаны с тем, что вы стараетесь деку толкнуть как можно сильнее. Из-за этого вы забываете про контроль руля, то есть, вы не напрягаете руки и движение уходит в сторону. Поэтому здесь необходимо напрягать ваши кисти, сделать таким образом, чтобы у вас локти оставались на месте. Вы делали вращение как можно ближе к ногам и приземлялись уже, напрягивая двумя ногами на доску. Возможно, такой вариант, что вы делаете все правильно. То есть, вы хорошо упрыгиваете вверх, пытаетесь руками прокрутить движение. Движение держите под собой, но при этом не толкаете деку. Примерно вот так будет выглядеть ваша попытка. Как правило, это связано с двумя моментами. Первое – это правильное расположение ног. Об этом я говорил ранее. Если вы правильно ставите ноги, там необходимо носочками, то есть, у вас пальцы ног свисают с деки. И нужно носочками как можно сильнее толкать, то есть, цеплять вашу шкурку и выталкивать движение. Только после этого вы получите правильный tail leap. Возможно, и такой вариант. Вы хорошо толкали деку, хорошо прыгнули вверх, держали движение под собой, все контролировали. Но в начале движения вы наклонились назад. Это, как правило, связано с тем, что вы подъезжаете к пирамидке либо к резкому квотеру и вы сохраняете этот угол в самом начале движения. То есть, вы идете, скажем так, как будто у вас квотер не заканчивается. И в этом случае необходимо наклоняться вперед, но наклоняться в меру. Опять же, если квотер слишком резкий, необходимо наклониться вперед. Если вы делаете трюк на пирамидке, можно либо держать корпус ровно, либо чуть-чуть наклониться. Но ни в коем случае не наклоняйтесь назад. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, друзья, это видео подходит к концу. Я надеюсь, вам понравилось. И я уверен, в ближайшее время вы обязательно поставите свой первый твейд. Желаю всем удачи. Если у вас вдруг не получается, приходите ко мне на тренировку. Я всех научу. Также в комментариях предлагаю написать трюк для следующего обучающего видео. Я все комментарии читаю и обязательно учту ваши пожелания. Возможно, в следующий раз обучающий видео будет на барспин, либо хил, либо 360, либо что-то еще из базовых трюков. С вами был Артем Атапов. Время снова видео. Всем пока.